ТАТАКАЕ! ТАТАКАЕ! ОТАКИ! ТАТАКАЕ! Интересный новый прайс от SEGA по Звездным Войнам. Это Капитан Фазма. Давно уже добавлен в каталог магазина, но, как видите, видео только сейчас снять получилось. Я надеюсь, что обработать я его смогу хотя в ближайшую неделю, а может быть несколько дней, иначе совсем уже будет смешно, что столько времени фигурка лежала и видео еще в итоге прилежало. Что в этом прайсе хорошего? Во-первых, это Звездные Войны. Все думают, что якобы Звездные Войны – это такой общепланетный бренд, по которому делаются миллиарды, миллиарды вещей, которые продаются так же легко, как они и делаются. Нет, на самом деле это не так. Бренд известный, да, это бесспорно, но большая часть, мне кажется, продаж приходится не на фигурки и став, а на билеты, на фильмы. Потому что я сам лично хожу на все Звездные Войны, хотя они от всех в восторге. Просто слишком мало делают фантастических фильмов качественных и масштабных. Да их практически и нету. Звездные Войны по комиксам, там, Стражи Галактики и Стартрек. Ну, Стартрек, он, честно говоря, уныл, потому что, кроме как про героев Стартрека, там, блин, там ни о чем не рассказывают интересным. Там все банально, какой-то псих предал, мстит, его надо спасти, убить, отомстить. Ну, это больная моя тема, на самом деле. Я люблю фантастику. Многие любят фантастику. Так, наш товарищ из Звездных Войн падает, блистер довольно мягкий. Итак, коробочка в стиле прайза от Сеги с маленьким окошечком. В коробочке лежит такой вот прозрачный блистер, фигурка и супернарочный автомат. Вообще супер. Красивый такой весь. Фигурку уже фотографируюсь для магазина, поэтому не удивляйтесь, что я ничего не разрезаю. Нет никакой защиты, никаких крепежей, никаких пленочек. Это товарищи Сега. Есть у Сеги такой прикол. Сейчас сделаю чуть потемнее, вот так вот, чтобы меньше было бликов. Итак, первая фишка, что мне в этой фигурке очень понравилась, она эффектна. Это такой цвет, который сложно испортить, серебряный с черным. Цвет металлика, и он в принципе в ролике там... Так, вот сейчас маленький отрывочек. Был. Выглядит офигенно. Обидно немного, что в принципе в самом фильме этого героя, точнее героиню, насколько я помню и читал, это, так сказать, баба с сиськами. Но мне довольно интересно, если это баба с сиськами, почему у нее сисек тут вообще нет, даже выемки, хоть что-нибудь намекающее на грудь. Ну, Disney делает фильмы для, блин, детей. Ну, детей, да. Но могли бы уж, я не знаю, если это капитан-женщина, сделать ее чуть более женственной, чем просто дав ей плащ. Плащ многие носили. Спартанцы носили плащ. Я обожаю спартанцев. Итак, что мне понравилось? Она стоит, посмотрите, вот, без прикола, она идеально стоит, просто. Ты ее можешь вертеть, она не падает. Идеально подходят ноги под поверхность, ровную поверхность, конечно же. Дальше, автоматик. Я не знаю, это вот винтовка, не винтовка. Так, уберу, чтобы фокус был на автомате. Посмотрите, какой он. Рифленность сделали у всего, даже вот тут вот. Видите, какой он. Для оптики сделали такую дырочку, хотя могли не делать, конечно же, я вот про эту маленькую дырочку. Я поняла, что, в принципе, все это легко отливается по формам металлическим, потом красится. Но мне приятно видеть, когда у фигурки прайза такая высокая детализация, что это не просто топор какой-то, да, вот, квадратный там с раскрашенной. Курок не сделали отдельно. Ну, это нормально. Лучше уж такое, чем за усиницами готовы отломиться. Да и его не видно будет. И вот фигурочка. Так, покажу ее. Я люблю штурмовиков. Видите, вентиляция сделана. Ну, а вентиляция такая тоже структура. Надеюсь, что в будущих фильмах каких-то у нее будет больше ролей. Я не помню, убили или не убили ее. Надеюсь, не убили. А то будет совсем скучно. Деталей на самом костюме не так уж и много, честно говоря. Видно, что под костюмом нечто вроде какого-то вот, не знаю как это. Либо это часть костюма, либо просто она одевается в обтягивающий эротичный такой костюмчик. А потом одевают эти доспехи. Все гладко, шероховатости нет. Остатков пластика нет. Плащ сплошной. Плащ не снимается. Хотя, мне кажется, если у вас есть любовь... Так, голова не крутится. Если у вас есть любовь к кастомингу, к изменению... Уж кастоминг все знают, наверное. А вот русские слова многие позабыли. Я просто к тому, что слишком часто используют русские слова... Ой, заимствованные слова не по назначению. Меня это подбешивает, я не буду врать. И вот так вот пушечка кладется ей в руку. Клевая, да? Капитан Фазма. В этой же серии Сега выпускала много героев. Я видел белых штурмовиков, черных. Черные еще приедут, появятся. Белые, не могу с уверенностью сказать, что появятся. Возможно, появятся. Был Йода. Чубака. Люк. Старый Люк. Из первых фильмов. В смысле, из последних фильмов. Блин. Из тех, что до 2000-х были сняты. Вроде так. То есть серия там выпускается, пополняется. Но проходит довольно незаметно. И вот случайно получается выцепить коробку другую прайзов. Если любите Звездные Войны. Если там кто-то у вас из друзей любит Звездные Войны. И нужен подарок себе или другу подруге. Хорошая вещь. Спасибо. Пока. До свидания. Подписывайтесь. Ставьте лайк. Счастливо. Сторона тьмы любит вас. Субтитры создавал DimaTorzok Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...